Друзья, приветствую вас на канале Этелуин. Сначала хочу поздравить вас всех с наступившим 2021 годом. Будем надеяться, что этот год принесет нам больше хороших и позитивных моментов, чем прошедший. Поэтому хочу пожелать всем хорошего настроения, удачи во всех делах и начинаниях и просто здоровья! Друзья, многие уже в курсе, что я пишу книги, но сегодня я хочу поделиться своей новинкой. Найти ее легко, достаточно загнать в поисковик Дельта. Татьяна Худякова, вот он тут уже подсказывает, собственно, вот таким макаром. Перейти можно на страничку Литреса, вот она она, вот. Моутбуки там тоже, кстати, есть. Ну, в основном, мне интересует скачивание именно Литреса. Значит, это серия книг. Серия Дельта на данный момент насчитывает 4 книги. Значит, первая так и называется Дельта. Вторая часть Дельта в погоне за истиной. Третья книга Дельта наказания. И четвертая, которая вышла в декабре 2020 года, называется Дельта. Тот, кто знает. Кто читал первую часть, уже в курсе, кто такая Дельта. Это девочка-подросток, она не человек, как ее опекун и учитель. У нее есть определенные способности. Ей довольно трудно уживаться среди людей. Но, в принципе, у нее есть подружка, есть с кем делиться своими секретами. И вокруг нее завязываются определенные события, которые, половина из них выливаются от приключения. Ну, а остальное просто повседневное общение. Все это я описываю. Также здесь можно подчеркнуть для себя кое-что об энергетике. Немножко об истории, так сказать, тоже будущего и прошлого. Ну, кто этим интересуется, тот меня поймет. Искателям привет. И, собственно, здесь есть над чем попереживать. Подросткам, я думаю, будет интересно. Хотя и взрослые тоже читают, не без особого интереса. Начинать я рекомендую опять-таки с первой части. Вот она она. Скачать легко. Ну, понятно, что нужно будет входить на сайт. Вот тут надо будет нажать кнопочку. Он предложит ввести там вот электронный адрес, номер телефона, либо зайти через какой-то из мессенджеров, так сказать. Ну, входите, никаких проблем. Регистрация занимает всего там минутку. Читаете, либо в онлайне, либо скачиваете в виде файла. Там можно будет выбрать. Ну, сейчас, понятно, без входа он не покажет нам это. Ну, в онлайне почитать тоже можно. Ну, и вот, собственно, здесь в первой книге 770 страниц. Конечно, тут три части объедены, поэтому многовато получилось. Остальные части я уже поразбивала на более мелкие, чтобы было проще и быстрее их читать. Кстати, эта обложка полностью мое авторство я рисовала. Вот, кстати, во второй части здесь есть немножко прооборотник, кто увлекается фэнтези. Думаю, вас этот момент очень порадует. Там сюжет довольно-таки динамичный. Так что читайте, делитесь, так сказать, впечатлениями. Буду рада отзывам. Я их реально читаю. Так, в третьей части здесь у меня больше идут рассуждения и вопросы энергетики связанные. В принципе, тоже небольшое интересное приключение на холодной планете. А вот четвертая часть уже как бы раскрывает очень многие секреты, затрагивает многие такие волнующие Дельту моменты. Ну и может для кого-то будет интересно опять-таки в плане пространственно-временных изменений, кто интересуется научной фантастикой. Очень рекомендую, почитайте. Поймете, о чем я говорю. Кроме серии про Дельту, можно почитать Нецгарде. Это небольшой, так вот, сюжетный романчик. Ну, можно сказать о ребятах, которые попадают в другое измерение. Ну, может кому-то это будет страшная история, но здесь больше психологическая линейка прослеживается. Вот она небольшая, в принципе, сколько там страничек. Сейчас я гляну. 80 страничек. То есть за вечер, за час можно все это прочитать. Есть также у меня сборник стихотворений, который, в принципе, больше напоминает форму дневника, потому как я собрала по именно годам произведения. которые характеризуют мое душевное состояние в тот или иной период моей жизни. Все это тоже скачивается бесплатно. Называется сборник «Я слушаю ночную тишину». Он, в принципе, небольшой. Сколько тут страничек? 50 страниц. То есть здесь именно, так сказать, мои переживания, мое восприятие реальности с довольно-таки глубокого детства по 2014 год. 2014. В принципе, вот такая вот небольшая лирическая темка. И для тех, кто интересуется кинологией, собаководством, кто занимается подготовкой служебных собак, я думаю, будет интересна вот такая вот методичка. Называется она от аппартировки к проработке следа. Я много лет проработала инспектором-кинологом. Работала с разыскной собакой. Нитой, которая вот изображена на обложке. Подготавливала собак для разыскной службы. Поэтому у меня есть опыт, есть чем поделиться. И вот все это я выложила в небольшой брошюре. Как бы коротко о главном. Тут сколько у нас страничек. 31 страничка. Планирую публиковать еще материалы подобного плана. Так что скачивать, это правда платное явление. Вот 99 рублей. Но по акции немножко дешевле. Все остальные мои книги абсолютно бесплатно. Так что регистрируйтесь на Литресе и скачивайте фантастику Дельту, ужастик Нецгарде и стихотворение Я слушаю ночную тишину. Буду рада вашим отзывам. У меня есть группа в Одноклассниках. Группа так и называется книга Дельта Татьяна Худякова. В прошлом году я проводила конкурс по первой части книги. Будут в планах еще конкурсы. Так что вступайте в группу. Задавайте интересующие вопросы. Живое общение буду обеспечивать, отвечать на любые вопросы. Ну а также не пропустите очередные конкурсы. Также у меня есть группа в Одноклассниках. Называется Этэвоин. Сейчас покажу. Вот она она. Так, здесь как бы могут вступить все, кто не может поместиться на мою страничку в Одноклассниках, так как лимит 60 человек уже превышен и почему-то больше друзей не получается принимать. Для общения вступайте. Здесь тоже отвечаю на ваши вопросы. А так как у меня одноименный зоосалон, здесь немножко реклама именно по салону. Так что общаемся, пишите в личку, без проблем отвечу всем. Также в печатном варианте у меня есть первая и вторая часть дельты. Вот они, они. Ну, первая часть потолще, конечно. Вторая уже идет чуть поуже по сравнению. Вот таким макаром. Вот на сколько. Потому что стала разделять, иначе это получается дорогое удовольствие. Вот такие две книжечки. Они есть в продаже. Можно приобрести, так сказать, непосредственно у меня, у автора. Каждому покупателю автограф. Без проблем. Вот. И для жителей Краснодона в принципе можно почитать эти книги в городской библиотеке. Спросить дельту Татьяна Худякова и взять, почитать. Первую часть я подарила еще в девятнадцатом году, а вторую в двадцатом. Так что берите, читайте бесплатно. Знакомьтесь с моим творчеством. Вот. Такая тема. Буду рада отзывам. Так что читайте. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!